Уважаемые коллеги, уважаемый Павел Андреевич, мне как всегда очень приятно поучаствовать в вебинаре перед такой большой аудиторией. И сегодня мы с вами поговорим о гипогликемиях при сахарном диабете. Но вот на мой взгляд почему-то у большинства специалистов сложилось, что гипогликемия это в общем достаточно безобидное состояние, которое легко ликвидировать приемом глюкозы или какой-то углеводистой пищи. Вот так это или не так, мы постараемся с вами сегодня поговорить. Ну и для начала мне бы хотелось привести определение гипогликемии, что на сегодня считают под гипогликемией. Это снижение уровня глюкозы плазмы до уровня менее 2,8 ммол на литр, обязательно сопровождающаяся клиническими симптомами. Но обратите внимание, есть второе определение гипогликемии. Это снижение уровня глюкозы плазмы до уровня менее 2,2 ммол на литр. Вне зависимости от симптоматики. То есть есть симптомы или нет, если это ниже 2,2 ммол на литр, то это уже точно гипогликемия. Ну и кроме того, гипогликемия может быть клинически манифестной, то есть сопровождаться симптомами. Но она может быть и бессимптомной, то есть она пациентам не ощущается и диагностируется путем измерения уровня глюкозы крови. Каких это бывает в ситуациях, я тоже чуть попозже скажу. Также необходимо знать, что все симптомы гипогликемии, они делятся на несколько классов. Первое – это вегетативные симптомы. Они, как правило, выступают такими предвестниками гипогликемии. И возникают они за счет стимуляции вегетативной нервной системы под воздействием катехоламинов, контринсулярных гормонов глюкогона, адреналина, гормона роста, кортизола и так далее. Собственно, эти симптомы можно сказать не только назвать предвестниками, но еще и профилакторами. То есть появление этих симптомов направлено на предотвращение дальнейшего снижения уровня глюкозы крови. Соответственно, какие это симптомы? Это симптомы адренергические, то есть за счет стимуляции адренорецепторов, сердцебиение, дрожь, чувство страха, бледность кожи, беспокойство, агрессивность, расширение зрачка, головная боль, головокружение. И холенергические – это потливость, тошнота и чувство голода. Ну и также есть вторая группа симптомов, которые возникают за счет недостаточного поступления глюкозы в мозг. И понятно, что это более тяжелые уже симптомы. Если они появились, это говорит о том, что уже мозг начал голодать. Какие это симптомы? Слабость, нарушение концентрации внимания, головная боль, головокружение, парастезия, чувство страха, дезориентация в пространстве и времени. В дальнейшем могут наступать речевые, зрительные и поведенческие нарушения, амнезия, нарушение координации, спутанность и потеря сознания, судороги. То есть вот эти симптомы, еще раз более тяжелые, они говорят уже о недостаточном поступлении глюкозы в головной мозг. Ну и дальше мне бы хотелось рассказать немножко о современной классификации гипогликемии, которая вот буквально совсем недавно изменилась. Если раньше мы делили гипогликемии на легкие и тяжелые, то теперь мы делим гипогликемии на несколько уровней. Первый уровень это когда уровень глюкозы крови при определении от 3 до 3,9 миллимоль на литр, неважно с симптомами или без симптомов. Вот такой уровень, особенно у пациентов с сахарным диабетом, которые получают любую сахароснижающую терапию, уже указывают на риск гипогликемии и требуют начала мероприятий по купированию гипогликемии. Даже если симптомов нет. Уровень 2 это когда уровень глюкозы крови снижается менее 3 миллимоль на литр, это уже клинически значимая гипогликемия, тоже неважно есть симптомы или нет, она требует немедленного купирования гипогликемии. И наконец уровень 3 это то, что мы называли раньше тяжелой гипогликемией. Это гипогликемия в пределах выше указанного диапазона, то есть меньше трех, но уже с нарушением когнитивных функций. То есть это потеря сознания, гипогликемическая кома, то есть тогда, когда требуется помощь другого лица для купирования гипогликемии. Ну и вот исходя из всего этого, мы будем говорить о диагностике и лечении гипогликемии. Но надо сказать, что у хорошо обученных компенсированных пациентов легкие гипогликемии уровня 1, они могут отмечаться 1-2 раза в неделю. И если пациент вовремя избежал эту гипогликемию, то никаких последствий для организма пациента не будет. Надо сказать, что при проведении вообще любой сахароснижающей терапии полностью избежать гипогликемии, к сожалению, невозможно. Ну таков механизм действия наших сахароснижающих препаратов, большинства из них. Поэтому, конечно, вот эти легкие гипогликемии уровня 1-1-2 раза в неделю для пациента с диабетом, будем говорить, это условный вариант нормы. У каких пациентов вообще повышен риск тяжелой гипогликемии уже 2-3 уровня? Это, обратите внимание, первый признак риска тяжелой гипогликемии, это отсутствие у больного легкоусвояемых углеводов с собой. Причем считается именно, когда он может их показать. Если он говорит, а где-то там в машине, это не считается. Соответственно, это главный фактор риска. Также другими факторами риска являются тяжелые гипогликемии уже бывшие у пациента, отсутствие собственной секреции инсулина, это, как правило, сахарный диабет 1-го типа, потеря своевременного ощущения гипогликемии. Я уже говорил, что гипогликемии могут проявляться без какой-либо клинической картины, особенно если у пациента есть диабетическая нейропатия. А, соответственно, он может не почувствовать все эти симптомы, о которых я говорил, симптомы предвестники. Пациенты с низкой массой входят сюда, с низким социальным статусом, с наличием хронической болезни почек, особенно уже на 4-5 стадии. Ну и наличие когнитивной дисфункции и депрессии, поскольку клиническая картина этих состояний, она маскирует проявление гипогликемии. Теперь несколько слов по причинам гипогликемии. Их всего на самом деле две. Это либо избыток инсулина в организме по отношению к поступлению углеводов, да, либо ускоренная утилизация углеводов. Ну, чтобы было более понятно, несколько более конкретно. Причины, связанные с медикаментозной сахароснижающей терапией, вы их прекрасно все знаете. Это передозировка инсулина, препаратов сульфанилмочевина или препаратов из группы глинидов, за счет ошибки больного, ошибки шприц-ручки, неправильной работы глюкометра. Иногда это бывает намеренная передозировка. Ну, иногда также и ошибка врача, который ставит очень низкий целевой уровень гликемии. А поэтому пациент вводит более высокие дозы инсулина. Более того, это может быть изменение фармакокинетики инсулина или перорального сахароснижающего препарата. Например, пациент сменил препарат. У пациента имеется почечная или печеночная недостаточность. У пациента имеется высокий титрандител к инсулину. Он неправильно вводит инсулин, неправильная техника. Ну, и лекарственное взаимодействие препаратов сульфанилмочевины, например, глибинкламиды, который может взаимодействовать с некоторыми лекарственными веществами и, соответственно, также вызывать гипогликемические реакции. Ну, также может быть повышение чувствительности к инсулину за счет физической нагрузки в раннем послеродовом периоде и при наличии надпочечниковой и гипофизарной недостаточности. Причины, связанные с питанием, это самые частые, такие как пропуск приема пищи или недостаточное количество углеводов в пище. Прием алкоголя, я об этом еще немножко скажу. Некоторые грешат ограничением питания за счет снижения для того, чтобы понизить массу тела, особенно женщины, да, но они не уменьшают дозу сахароснижающих препаратов, и за счет этого может быть гипогликемия. Также за счет снижения моторики желудка, то есть замедленное порожнение желудка при автономной нейропатии приводит к гипогликемиям, наличие рвоты или синдрома мальдабсорбции. Также беременность первые триместры, кормление грудью, это тоже факторы риска и причины, которые могут приводить к гипогликемии. Как купируется гипогликемия? Напомню, что начинать мероприятие по купированию гипогликемии мы должны уже при первом уровне, то есть при уровне глюкозы крови менее 3,9. Но, к сожалению, вы видите уровень убедительности и достоверности здесь не сильно высокий у этого утверждения. Обычно рекомендуется прием 10-20 грамм быстро усвояемых углеводов при такой легкой гипогликемии. Ну, 10-20 грамм, ну это там, допустим, 1-2 кусочка сахара, например, конфета, но обращаю ваше внимание, что конфетами мы можем ликвидировать гипогликемии, но не шоколадными, поскольку шоколад содержит эмульгированные жиры, которые не дают углеводам быстро всасываться. И, соответственно, шоколад не используется никогда для ликвидации гипогликемии. Ну, если перевести в хлебные единицы, это 1,5-2 хлебные единицы. Это может быть чистый сахар, мед, варенье, сладкий фруктовый сок, но не свежевыжатый, то есть с добавлением сахара имеется в виду, лимонад или 5 больших таблеток глюкозы по 3 грамма. В аптеках продают такие большие таблетки с глюкозой, вот это будет 5 таблеток. И надо сказать, что я уже говорил об этом, что пациент с диабетом должен обязательно носить с собой эти углеводы. Одна хлебная единица, это 10-15 грамм углеводов как раз, она повышает сахар на 2 ммол на литр. Поэтому 2 хлебные единицы, они повысят уровень глюкозы крови не менее чем, ну, где-то на 5 ммол на литр. То есть до нормы. Этого вполне бывает достаточно для ликвидации гипогликемии. Ну и еще раз подчеркиваю, что прием углеводов вместе с жир, содержащими продуктами масла, сыр, колбасы, шоколад, не рекомендуется для ликвидации гипогликемии, поскольку это не приведет к более резкому повышению глюкозы. Ну и если гипогликемия случилась утром натощак или была длительная физическая нагрузка, или пациент случайно ввел большие дозы инсулина, то рекомендуется сразу съесть 3-4 хлебные единицы. Если гипогликемия была вызвана введением инсулина не ультракороткого, а длительного действия, то, например, ночная гипогликемия, то после купирования, вот то, по тем правилам, которые я сказал, пациенту обязательно нужно съесть еще одну хлебную единицу медленно всасываемых углеводов. Например, что-то вроде хлеба, печенья и так далее, которое более медленно будет всасываться и поддерживать уровень глюкозы крови. Если пациент уже имеет тяжелую гипогликемию, то есть он в бессознательном состоянии, его надо срочно уложить на бок, освободить полость рта от пищи. И обратите внимание, никогда нельзя вливать в полость рта сладкие растворы, поскольку очень высокий риск асфиксии. Ну и рекомендуется внутривенно, стройно ввести от 40 до 100 мл 40% раствора глюкозы до восстановления сознания. Но опять обратите внимание, никоим образом не более 100 мл, потому что превышение этого количества может привести еще и к отеку мозга. Если сознание не восстановилось после введения 100 мл 40% глюкозы, то показано внутривенное капельное введение 5-10% раствора глюкозы. И, конечно, это госпитализация для выяснения возможных причин потери сознания с обязательной консультацией врача-невролога. Потому что это может быть не обязательно гипогликемия, а если и гипогликемия, то она может спровоцировать другие сосудистые катастрофы. Потому что по данным исследований было доказано, что гипогликемия резко увеличивает смертность не непосредственно от снижения уровня глюкозы крови, а от различных сердечно-сосудистых катастроф. Ну и сразу я вижу вопрос, можно ли уколоть 40% глюкозу под кожу. Нет, 40% глюкоза вводится внутривенно медленно, струйно сначала, а дальше уже переходим на капельное введение, если не произошло восстановление сознания. Но, как правило, оно восстанавливается где-то после 40-60 мл уже точно. Ну вот в моей практике практически, ну может быть пару случаев было, когда приходилось вводить внутривенно капельно 10% раствор глюкозы. Ну есть еще одно, правда, средство для купирования гипогликемии, это глюкогон. Вот он используется только амбулаторно в основном, когда родственник рядом, он может ввести 1 мл глюкогона для ликвидации тяжелой гипогликемии. Если он ввел и через 10-15 минут где-то эффекта не было, сознание не восстановилось, он может повторить такую инъекцию. Ну пока скорая едет, да, с внутривенным введением глюкозы. В общем-то, это вполне оправданно. Поэтому, конечно, наши пациенты должны иметь гипогликогон для купирования гипогликемии вот на такие случаи. Ну и надо также всегда помнить, что если гипогликемия обусловлена приемом алкоголя, то глюкогон будет неэффективен, поскольку алкоголь блокирует продукцию печенью глюкозы и, соответственно, глюкогон будет неэффективен. Ну и также, если применялись пациентам препараты сульфанилмочевины или была очень большая доза инсулина введена, то глюкогон также будет малоэффективен. Ну и также надо помнить, что если все-таки первые мероприятия не восстановили сознание, то о чем нужно подумать? Либо это массивная передозировка сахароснижающих препаратов, либо это интоксикации, алкогольные, седативные средства, снотворные препараты, либо это сердечно-сосудистые катастрофы, включая инсульт, кровоизлияние внутричерепное или черепно-мозговая травма. То есть все это надо исключать, если пациент не выводится после внутривенного введения 100 мл глюкозы. Ну и надо сказать, я уже начал об этом говорить, что у пациентов, госпитализированных по поводу тяжелой гипогликемии, часто встречаются повреждения сердечно-сосудистой и нервной систем, поэтому консультация невролога-кардиолога – это обязательно. Ну а для дифференциальной диагностики с другими состояниями с потерей сознания используется МРТ головного мозга, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ или дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Если потеря сознания продолжается более 4 часов, то весьма вероятен отек мозга. И вот именно отек мозга во многом является причиной летальности этих пациентов. Поэтому реаниматологи должны знать, что в этих состояниях и для профилактики отека мозга возможно введение дексаметазона. Ну и если кома вызвана передозировкой сахароснижающих препаратов, особенно длительного действия, особенно у пожилых пациентов или при почечной недостаточности, то внутривенно капельное введение 5-10% раствора глюкозы следует продолжать столько, сколько необходимо. То есть, чтобы закончилось действие вот этих препаратов длительного действия и не возникла повторной гипогликемии. У пациентов с сахарным диабетом, которые имеют очень хорошую компенсацию, уровень гликирного гемоглобина менее 6,5 и длительное время, а также пациенты, у которых есть автономная нейропатия, они, к сожалению, могут не ощущать симптомы гипогликемии даже при сахаре менее 2,2. Об этом нужно всегда помнить, поэтому таким пациентам нужно чаще измерять уровень глюкозы крови. И то же самое, длительно декомпенсированные пациенты, они адаптируются к более высокому сахару. И как только уровень глюкозы крови начинает снижаться, они могут почувствовать симптомы гипогликемии, вы видите, она в кавычке взялта, при уровне глюкозы крови 4-5 ммол на литр. То есть это не настоящая гипогликемия, а относительная. В таком случае мы просим пациента немножко потерпеть, потому что такой уровень глюкозы крови, если он дальше не будет снижаться, то, соответственно, это не будет опасно для нашего пациента. Особенностью алкогольной гипогликемии является сходство симптомов гипогликемии и опьянения. И поэтому трудно распознается и пациентами, носят очень отсроченный затяжной характер и склонны рецидивировать. Все эти факторы надо учесть, когда мы выводим пациента из алкогольной гипогликемии. Ну и гипогликемии при физической нагрузке, они также носят отсроченный затяжной характер и склонны рецидивировать. Хвост, скажем так, сахароснижающий от интенсивной длительной нагрузки может сохраняться до суток. Поэтому, опять-таки, это нужно учитывать, когда мы лечим гипогликемию. Ну и, опять-таки, профилактика, это важно, да, мы должны всегда помнить, я об этом уже сказал два раза сегодня, но еще раз скажу, что каждый пациент, получающий сахароснижающую терапию, должен а. знать симптомы гипогликемии, причины, признаки и правила купирования и предотвращения, и б. всегда иметь при себе легко усвояемые углеводы. То есть, если пациент вам не смог показать, значит, их у него нет. А поверьте, и это данные даже исследований многих, в то, что наличие при себе таких углеводов очень нередко спасает жизнь нашим пациентам. Поэтому это непреложное правило. Ну и профилактика гипогликемии при физических нагрузках зависит от длительности и интенсивности нагрузки. Если это кратковременная нагрузка длительностью до двух часов, то перед и после такой незапланируемой нагрузки можно съесть 1-2 хлебные единицы. Длительные физические нагрузки более двух часов, занятия спортом, в тренажерных зале, длительные прогулки, длительная работа по дому, они должны планироваться. И доза инсулина, которая действует в это время, лучше снизить на 20-50%. Если же это неплановая нагрузка, то, соответственно, не исключается и приветствуется дополнительный прием углеводов. Но это, к сожалению, все индивидуально. Ну и когда мы говорим о профилактике алкогольной гипогликемии, здесь тоже нужно помнить, что есть, так скажем, безопасное в кавычках количество алкоголя, которое может пациент принять, при этом гипогликемии не возникает. Это 25 мл чистого этанола. В зависимости от крепости напитка это будет по разному количеству. Поэтому вот это количество допустимо. Все, что выше, это уже риск гипогликемии. Ну и если алкогольный напиток содержит сахар, то, конечно, дополнительное количество инсулина на этот напиток вводить не надо. Это ошибка, которую делают многие пациенты. Ну и еще одно правило профилактики, оно для меня несколько неожиданно, потому что данные вот этого исследования я получил вот буквально недавно. Увидел, да. Оказалось, что есть еще одно мера профилактики гипогликемии. Мы с вами уже не раз говорили, те, кто регулярно слушает мои лекции, я такой поборник умного глюкометра, я люблю современные девайсы, да. И вот умный глюкометр Contour Plus One. Почему он умный, я сегодня останавливаться не буду, но проведено исследование, в котором участвовали пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа, и они использовали этот глюкометр вместе с приложением Contour Diabetes более 180 дней. И вот какие получились интересные данные. Что использование Contour Diabetes достоверно снижает вероятность развития гипогликемических реакций, причем в 2,47 раза по сравнению с теми пациентами, которые не пользуются этим глюкометром. Представляете, больше, почти 2,5 раза снижается риск развития гипогликемических симптомов, гипогликемии при использовании такого глюкометра. Но, кстати, он достоверно снижает и риск развития гипогликемических состояний, да, когда сахар выше 13,9 в полтора раза. То есть вот простое использование вот такого умного глюкометра. Ну или еще, да, вывод из этого исследования, что пациенты более охотно используют самоконтроль при пользовании таким глюкометром, ну это и понятно. И по поводу устойчивости влияния на гипогликемию мне еще хотелось акцент сделать, да, что при использовании Contour Diabetes более 180 дней не только в 2,5 раза снижается риск, но вот это снижение, оно устойчивое и сохраняется длительное время и у пациентов с первым типом диабета, и у пациентов со вторым типом диабета. На мой взгляд, вот эти данные достаточно интересны. Ну и достоверно снижается вероятность вообще развития гипогликемических явлений и при первом и при втором типе диабета, что для нас очень важно, что это разные группы пациентов, но тем не менее и там и там использование такого глюкометра хорошо работает. Поэтому напомню, что глюкометр Contour Plus One – это интеллектуальный глюкометр, который легко настраивается в соответствии с потребностями пациента, и особенностями его являются следующие моменты, да. Ну вот это умная подсветка, когда если в глюкометр, в приложение ввести целевые значения, то при измерении сахара порт загорается разным цветом – красным, желтым и зеленым. Зеленым, если целевое значение, желтым, если выше целевого значения, и красным, если ниже целевого значения. То есть пациент легко видит вот эти целевые значения. Технология «Второй шанс» дает возможность экономить на тест-полосках. Ну, по данным, опять-таки, последних исследований было получено, что использование этой технологии с помощью этого прибора дает сэкономить лишнюю упаковку тест-полосок. То есть это, ну, до 100 даже получается, две упаковки по 50. То есть вот это такая вот реальная экономия. Этот глюкометр, естественно, является высокоточным, то есть его точность соответствует полностью, даже превосходит в некоторых пунктах стандарт, да. Ну, и это бесплатное приложение «Контурдиабетис». Ну, а говорю сразу, что и без приложения он работает как глюкометр, но вот эти возможности, да, о которых я только что сказал, они проявляются в полную силу при совместном использовании с приложениями. Ну, и в заключении своей лекции мне очень часто спрашивают, как ко мне записаться на прием, да. Ну, никто из присутствующих, я думаю, все обладают информацией о медицинском бюро Павла Воровьева. И, соответственно, вы видите, как попасть в это бюро, адрес. Там можно найти страничку эндокринолога и нажаться, как вы видите, на кнопочку «Записаться». Это пациент делает. И, пожалуйста, в течение недели я буду полностью пациента, да. То есть мы с ним общаемся неделю и решаем его проблемы. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Алексеевич. Тут я несколько слов, там пока еще вопросы будут. Значит, кусочек сахара – это 3-5 грамм, а не 10. Да. Вы сказали 10, значит, надо несколько кусков сахара. Ну, я сказал там 2 кусочка, но да, можно. Еще зависит от того, какие кусочки. Есть большие прямоугольные, есть маленькие квадратные. Да. Теперь в отношении укола под кожу. На самом деле, это я вас спровоцировал, потому что уколоть можно под кожу. Можно. И все же могут попасть в вену в этой ситуации. Не надо забывать, что подкожное введение тоже вполне нормально. Ну, не так быстро, может быть, но тем не менее. Ну, скорее всего, да. Именно из-за того, что такое действие не будет таким быстрым. Ну, да, но мы, когда для врачей в стационаре – это один разговор. Когда дома, а случится, может, где угодно, да, то не надо забывать, что можно вводить под кожу. Так, сколько вводить 10-20% на глюкозу? Ну, в зависимости от того, что было причиной гипогликемии, да, если это продленный инсулин, то, конечно, желательно до времени окончания действия инсулина. Надо посмотреть, сколько он максимально действует. Ну, например, лантус действует до суток. Соответственно, может быть, не 10-процентную, но 5-процентную можно вводить до суток, но ориентироваться надо на уровень глюкозы крови, естественно. То есть, если мы видим, что он уже повышается там совсем хорошо, то, конечно, мы прекращаем введение 5-10% раствора глюкозы. Ну, меня в свое время учили, поставь капельницу и следи. Да, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, да, просто по мере, так сказать, ситуации, вы будете иметь внутривенный доступ и отслеживать, и все будет нормально. У ребенка 4-х лет натощак при полубрачном состоянии, бледность кожных покровов, уровень глюкозы 3,6. Это гипогликемия? Ну, если симптомов нет, то в любом случае дополнительный прием углеводов здесь точно не повредит. Я не понял, только есть у ребенка диабет или нет. Если есть диабет, то это точно гипогликемия. Если нет диабета, то по нынешним критериям ниже 3,9, то уже гипогликемия. С другой стороны, кто ребенка 4-х лет будет мерить сахар в крови, если нет диабета? Наверное, есть все-таки. Но если это здоровый ребенок, то 3,6, если учесть, что нижняя граница сахара 3,5, то это не гипогликемия. Ну, ладно. Значит, про отек мозга я просто все время всем напоминаю, что существует такая тема, как глицерол. Это глицерин с глюкозой, который вводится внутривенно. Это неврологи очень давно, один к одному смешивают. И дальше капают, потому что глицерол очень астматически активен. Он забирает на себя воду из мозгов. И это один из лучших способов лечения отека мозга. Можно ли вводить продолжение? Дексметазон с манитолом. Ну, как-то не знаю. В рекомендациях манитола отсутствует полностью. Ну, вводится по старинке-то он использовался раньше, но мне кажется, что он не очень эффективен. Кстати говоря, я хочу обратить внимание на ваши эти циферки С. Это, конечно, очень впечатляет, что ничего не доказано. Только жизнь не бывает. А так ничего не доказано. Ну, к сожалению, да. Но это как последняя рекомендация. Слушай, ну, смешно, понимаете. Это так же, как нитроглицерин не имеет доказательств эффективности. Ну, только все им пользуются. А так это неправильная трактовка медицины основана на доказательствах. Если есть очевидный эффект, а он здесь очевиден. 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 Доказательств А, а не С. Я думаю, да, но вот наши организаторы здравоохранения решили так указать. Мне тоже бывает смешно на это смотреть. Действительно. Так, при гипогликемической коме 40% глюкоза и сразу дексаметазон. Нет. Ну, наверное, все. Конечно, если не происходит восстановление сознания в течение более там 4-5 часов. Кто-то спорит по поводу шоколада. Ну, слушайте, ну, поднял глюкозам сахар и хорошо. Очень хорошо, но просто это не происходит быстро. А потом, какое еще качество шоколада, да? Если там жиров нету, какао-бобов, то, конечно, он быстро поднимет уровень глюкозы. Ну, это опять обсуждение случая, оно неинтересно. Так, насколько погрешность глюкометра в 1 час при определении глюкозы? Имеется в виду контур плюс ван. У него погрешность, как и у всех глюкометров, соответствует стандарту. Стандарт у нас, я уже говорил, это в лекциях не один раз, плюс-минус 15%. Но, кстати, этот глюкометр был, было исследование, а когда посмотрели, плюс-минус 10%. Так вот, отклонений практически что-то около 1%. То есть, 99, больше 99% погрешности практически нет у этого глюкометра. Он превосходит стандарт, ну, по крайней мере, по данным исследованиям. И работает без приложения. Следующий вопрос, уже об этом было сказано. Да, работает. Вводить внутримышечную глюкозу под вопросом. У нас есть таблетированный инсулин в стране под вопросом. Ну, внутримышечную глюкозу я не видел, что вы вводили, да? Ну, можно вводить. В принципе, зачем? Да, я тоже. Таблетированного инсулина нет нигде в мире. Он разрабатывается, есть клинические исследования, посвященные специально этому. Проблема в том, что он очень сильно распадается в кишечнике и невозможно подобрать правильную дозу. То есть, на сегодня, к сожалению, дозировать такой инсулин невозможно. Увы. Ну, да. Для здорового человека гликемия при каких цифрах? Ну, я бы сказал, что не при цифрах все-таки, а по состоянию. Ну, норма глюкозы крови 3,5-5,5. Ну, при этом у некоторых это может вызывать неприятные ощущения. Может, особенно у студентов, например, во время сессии. Ну, и при интенсивной умственной нагрузке могут быть явления гипогликемии. Когда нам хочется поесть, это вполне нормально. Сколько глицерола в сочетании с каким препаратом? Глицерин с глюкозой. Один к одному. Сколько по состоянию пациента? Нельзя заранее сказать сколько. Ставится капельница и капается. Так, ну, если больше нет вопросов, то большое спасибо. Как всегда, очень все практично. И там даже за это кто-то поблагодарил отдельно, что не теоретические рассказы, а чисто конкретно. Чего делать и как. И всегда этим Юрий Алексеевич у нас отличается. Вот. Спасибо. Спасибо.